Привет, бро! С тобой Воблер, и успей поставить лайк за 3 секунды, если ты любишь что-то разрушать или что-то строить. Считаю. Раз, два, три! Молодец, что успел поставить лайк! Это у нас новая интересная игра на Android, которая называется RomRampage. Игра у создателей игры Solar Smash и City Smash, там где мы с тобой разрушаем разные планеты, а также город. Они сделали новую игру, в которой у нас есть на данный момент три комнаты. Первая, это у нас какая-то витрина магазина. Возможно, здесь продают посуду, вазы. Также у нас вторая комната, это бармен стоит. Ну, вообще тут не бармен, а рэгдолл. Ну, будем считать, что это бармен. И третья комната, здесь тоже стоят такие вот рэгдоллы. Это не настоящие люди. И мы, конечно же, будем смотреть эту игру, а на самое интересное это разрушать. Поэтому обязательно досмотри этот ролик до конца. Итак, давай, наверное, начнем с первой комнаты. Это у нас витрина. И вот, что у нас есть. Мы можем с тобой просто бросать камешки. Смотри, вот мы такие подбежали. Раз, бросили камешки, стекло разбилось. Стекло вообще какое-то не бронировано. Просто оно разваливается. Дальше мы можем бросать вазы. Смотри, давай, падаем. Ой, я даже вижу, что стоит вот эта полочка. Это пластиковая. Блин, полка, как у меня в гараже, прикинь, бро. Точно такая же полка пластиковая, где засовываются друг в друга. И я в шоке. Разработчики что, мою полку взяли? Кидаем камнями? Давай! И тут я такой супер, чувак. У меня какая-то пушка, которая камнями кидается. Смотри, джо-джо, все уничтожаем. Ого, я могу даже в раму кидать. В дверь. Все развалилось. По-моему, я реально сбросил стресс. Это у нас игра для снятия стресса по-любому. Ладно, давай с тобой возобновим комнату, посмотрим, что есть дальше. Итак, у нас есть такая вот граната. Кидаем гранату. Она упала вовнутрь. Пуш! Все разлетелось. Стекло прям на мелкие кусочки. Вон, смотри, трещит какие-то осколки. Кидаем дальше. Ну, прям в тарелку попало. О, круто. Хоть-ка одна ваза выжила. Да, есть. Давай мы еще кинем туда. Ждем взрывов. Ой, круто как, а? Ладно, обновляем. Смотрим дальше. У нас есть С4. Смотри, мы сразу ставим на стекле. Ого, я же должен был поставить на стекло. А, мы можем вовнутрь закидывать. Смотри. Два. Три. Четыре. Куда-то отлетело вообще на улицу. Пять. Шесть. На правую сторону. Семь. Восемь. Девять. Десять. Ну что? Будет жесткий взрыв. Нажимай кнопку. Пуф. Это реально было бомбизно. Даже стена треснула. А ну давай закидываем, закидываем туда много-много-много. Не знаю сколько. И взрываем. Ого. Подожди, неужели стена тоже разрушается? Не понял. Смотрим, что это за сюрприз для нас. А, просто стена красится. То есть она не разрушается. Хотя может и разрушается. Видишь, там какая-то умятина. Теперь у меня челлендж. Разрушить стену и посмотреть, что с другой стороны. Ну не знаю, еще хочу. Или может это просто стена красится. Давай закидываем. Ну вообще это нелогично, сколько кинуть динамита. Взрыв. Ого. Даже в земле. Так, еще закидывай. Подожди, даже пол разрушается. Давай еще, еще. Мне кажется, сейчас игра вылетит и сломается. Или здесь какое-то ограничение по динамиту. Так, вроде бы он не пропадает. Смотри. Взрыв. Давай везде. Я не знаю, сколько кинул, ребята. Взрыв. По-моему, даже два взрыва было. Я вижу фундамент стены. Ладно, обновляем. Но это прикольно. Надо будет проверить. Дальше. Что это за штука? Оно. Что это такое вообще? А, это... Подожди, это граната такая? Больше он похож на какое-то зелье, ребята. Граната-липучка. Я понял. Взяла, прилипла вон на потолок. Опа. Как будто камера какая-то. Подожди, деформация потолка. Что, серьезно? Да... Да что? Такое возможно? А ну, закидываем по стенам. Давай, липучки закидываем, ребята. Что, стену можно разрушить насквозь? Давай посмотрим. Или эта стена непробиваемая? Давай, 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 давай. Не, ну, коль умятины остаются, значит, у нее должен быть конец где-то. Или это супербетонная стена? Ну, то, что стена как бы все равно имеет какое-то повреждение, это круто. Реально бомбезно. Вот это мы повеселились. Теперь мы к стене прицепились. Посуда ни при чем. Теперь вообще наш враг это стена здесь в игре, да? Ладно. Дальше у нас есть пистолет. Пу-пу-пу. Давай, смотрим. Стреляем, стреляем. На, палим по посуде. А ну? У меня, допустим, пять патронов. Я должен уничтожить как можно больше посуды здесь за пять патронов. Что я делаю? Стреляю в ножку. Раз. Блин, промазал, ладно. Не считается это. Раз. Да блин, пуля летит ниже моего прицела, ладно. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Да что это вообще за пластик такой непробиваемый? Пули непробиваемые. Ладно, просто палим. На. Раз. Два. Смотри какой я. И вазы даже не разваливаются полностью. А, получается, что они упираются в верхнюю часть полки. Полка прогнулась? А, полки тоже рушатся. То есть мы можем в деревяшку попасть. Круто, реально бомбезно. Все разрушим. Ребята, это мы испытываем наш магазин на прочность. Это я лично, мой магазин, решил открыть бизнес. Такой, думаю, ну надо посмотреть, как он вообще будет противостоять вандалам. Поэтому мы с тобой здесь в игре все тестим. Так, это у нас землетрясение. Поехали. О, землетрясение. Ничего себе, это все 10 баллов по шкале Рихтера? Ну, не знаю. Если честно, трясло конкретно, а все как стояло, так и стоит. Даже некоторая посуда и не побилась. Ну, полки вон разбились, а посуда целая. Давай еще будем трясти. Давай трясем. А, давай вот так вот. Трясем, трясем, трясем. Ну, давай, взболтаем этот магазин. Взбалтываем. Взбалтываем, но не смешиваем. Или смешиваем, но не взбалтываем. Ладно, я понял. Что-то землетрясение, ну, так себе потрясло, да и все. Дальше. Что это за штука такая? Воу! А, это, наверное, дробовик, что ли. Или ружье. Ну, смотри, реально жесткие разрушения. Это, наверное, все-таки крупнокалиберное оружие. Или какой-то дробовик, потому что, смотри, как разлетается. Вроде бы одна пуля летит, но у нее урон какой-то уж очень большой. Ладно, интересная ты пуля. Дальше. Эмочка. Тра-та-та-та! Тру-ра-ра. А, тут обоймы нету. Тут могу стрелять сколько угодно, да? Давай, давай. Палим. Ну, в ножку я пробью все-таки. Падай. Давай еще. Я понял, как вообще разбить как можно больше вас. Ты просто стреляешь в одну полку. Надо, чтобы она упала на другую таким образом. Смотри. Ну, то, что ножка какая-то пуля непробиваемая. Я понял. Надо бить в деревяху, смотри. Там такой в деревях. Оно летит черт знает куда. Вот, я в дверь давай. Но двери явно не пластиковые. Какие-то деревянные, слабые. Ой, ладно. А вот дробовик, наверное, все-таки. Да, вот дробаш. А то, наверное, все-таки какое-то крупнокалиберное оружие. Может быть, даже какая-то снайперка. Пуш, дробовичок. Видишь, вот он. Смотри. Палим, 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 палим. Разрушаем все. Бьем потолок. Ой, что-то я там открыл. А потолки тоже разрушены. А если вот эту стену? Она рушится? Там подсобка, наверное. Это все, конечно же, хорошо. Но у нас есть базука. Привет. Как-то базука залетела, взорвалась. Стена повредилась. Но посуда даже некоторая осталась целая. Смотрите, с левой стороны я вижу, что часть вазы встряла в стену. Пух. Ого. То есть, есть какое-то основание у стены. Ну, давай разрушим. Стена. Палим с базуки. Мне кажется, это прям сейф какой-то. Какая глубина? Непонятно, какая здесь глубина. Давай будем стрелять, пока не будет дырки. Ну, что ж, ребятки. Спустя минуту стреляю я в стену. По-моему, ничего не произошло. Стена все-таки непробиваемая. Но вот полы, вижу, можно неслабо здесь тоже уничтожить. Смотри, какие прям ямы. Мы с магазина делаем оков. Нам просто сказали, надо в магазине проводку новую проложить. Ребята, надо пол прокопать. Мы думаем, а как прокопать? Давай мы тут с гранатомета будем просто полить во все стены и все. В потолок. Потолок тоже деформируется. Нет, угол не деформируется, но вот рядом какая-то стена, текстурка. Можно сделать замедление такое вот, чтобы смотреть, как летит ракета. Тыдыщ. Смотри, вообще типа по красоте. Давай. Чтобы видеть в замедлении, как вообще бьется посуда. Ну, что, прикольно. При том, что мне кажется, это только начало, а в будущем все будет добавляться. Разработчики что-то еще придумают. Но мне нравится разрушать. Реально бомбезно. Так, отключаем здесь. Давай посмотрим с тобой другую комнату. Что у нас есть? Вот рэгдоллы. Такие стоят, такие. Смотрим. Итак, давай, наверное, кинем куда-то динамит туда. Вот закинули. Ого, прям к стене. И нажимаем кнопку. Ой, еще разлетелись. Не, ну одного динамита будет недостаточно. Раз, два, три, четыре. Четыре динамита. Давай. Бух-бух. Ого, здесь тоже пол деформируется. То есть мы с тобой сейчас находимся, наверное, на каком-то заводе, где мы испытываем наши заряды. Ставим рэгдолов, дабы посмотреть, сколько нужно мощности, чтобы уничтожить ту или иную стену. Ну да, или, допустим, рэгдолов. Давай смотрим. Интересно, здесь стена разрушается. Закидываем. Мне кажется, сюда надо гранату липуть. Пдыщ. Берем РПГ. Давай обновим. С РПГ стреляем. Вот, смотри, красный такой стоит, деловой. Говорит, воблер. Ты что по мне стреляешь? На! Меня понял. Надо здесь замедление сделать. Смотри. Замедление летит такое. О, снаряд. Пыдущие остальные отлетели. А те сзади как стояли, так и стоят. Смотри. У них позы такие. Кто-то отвернулся. Вот здесь в левом углу они что-то договариваются. Здесь какая-то охрана. Возможно, это какие-то секьюрити рэгдоллы. Вот секьюрити рэгдолл спереди. На! Разлетелись. Видишь, какие-то диалоги у кого-то вообще руки в замок. Это чувак рэгдолл из стены как будто выходит. Чувак, ты что? На в него. А стена вообще разрушается. Давай мы с тобой отключим здесь. Стена даст трещину? Кафель, но... Не, поймусь, у нас здесь вообще не разрушаемая. То есть это специальная комната, где испытывают заряды. А ну давай в пол будем бить. Бьем, бьем в пол. Палим, палим. Давай. Еще давай. Ну такое себе, да? В принципе, пол деформируется. А, получается, что пол у нас металлический. И когда я стреляю, идет какая-то чисто деформация. Он не разрушается, а как бы вминается. То есть идет разрушение под металлической плиткой или... Что это такое? Идет такое вот разрушение. А стены вообще не пробиваемые. Потолка мы не видим. Так, ну что, прикольно. Так, что мы еще на рэгдоллах используем? Давай попробуем землетрясение. На тебе трясение. На тебе. Тряситесь. Кто-то выстоит? А, какие крепкие. А давай еще я вас потрясу. Давайте. Это пришел какой-то великан-гигант. Взял этих рэгдоллов и в коробку посадил. Это просто маленькие рэгдоллы. А я беру их в коробке и трясу. Понятно, ребята. Крепкие вы, пацанчики. Хорошо. А что будет, если мы сейчас на вас испытаем эмочку? Ну, давай. Давай, палим. Ого. Пули летят. Даже пули рикошетят. А ну, рикошет куда? Может рикошет отлететь и в кого-то попасть? Крайнего попадет. А как, чтобы пуля под углом летела? Вот. Отлично. Вот так вот. Мы испытываем здесь различные пушки. Это у нас рэгдолл. Кто-то такой стоял крутой. Вы видели зеленый последний. Давайте с вами попробуем гранату-липучку. Вот, держи микрофон. Спой нам что-нибудь. Ты плохо поешь. Вот этот реально со стены выходит. На, прям на него. Прям на пупок прилипло. Замечательно. А мне нравится вот этот рэгдолл, который с правой стороны. Смотрите, подожди. Куда это прилипло? В воздухе висело, что ли? Давай сюда на рэгдола. Давай еще под ноги. Вот они вдвоем что-то стоят. Там разговаривают. Смотрите, красный и зеленый. А с правой стороны, смотрите, зеленый рэгдолл стоит. Ай, что у него вообще за поза? Как будто девушка возле стены стоит какая-то. Четко мы разобрались с этими рэгдоллами. Так, у нас есть дробовик. Смотри. Вот мы видим, что с дробовика, когда стреляешь, рэгдоллы, они вообще на мелкие кусочки не распадаются. А, допустим, пластиковая рука, пластиковая нога, все пластиковое. И вот так вот они рушатся. То есть есть крупные детали. Ясно. Ну, мне, конечно, понравилось РПГ. Давай камешки. Ну, с камешком в голову. Но! Эй, ты че? Камни вообще им никакого урона не наносят. Ты посмотри, я бью, а им все равно. Это нипочем. Да что, у меня вообще такой слабый камень? Это что за роботы, ребята? Я сразу вспомнил фильм «Я робот». Мне кажется, сейчас они глаза откроют и вообще на нас нападут. Реально стрёмные какие-то. Ну, ладно, кинем гранату к ним. Ловите обычную лимонку. Да, граната. Пах! С ног сбили. Ну, такой себе взрыв, не сильно на самом деле. Но пол деформировался. Хорошо, мы поняли, что они интересные. Давай мы просто к ним закинем много С4. Налево. Надо, чтобы они все упали. Раз. Давай. Два. Три. Чтобы никто не выстоял. Четыре. Пять. Шесть. Куда отлетел вообще? Семь. Восемь, наверное, наперёд сюда. Девять. Ладно, пусть десять. Ребята, вот можете сейчас остановить кадр. Посчитать, сколько здесь вообще стоит в сумме рыкдолов. И написать в комментариях. Правильный ответ я обязательно лайкну. Вот, можете посчитать. Просто остановите и считайте. Тут, смотрите, я с правой стороны делаю подсказку. Раз, два, три, четыре, пять стоит. Вот здесь, может кому-то плохо видно. Здесь сразу пятеро. Потом посчитайте, напишите. Ну да ладно. Теперь нажимаем. Взрыв. Фух, все вылетели. Один в углу стоял. Он такой стоит, рука, смотри. И просто смотрит. Чё ты смотришь вообще? Он свидетель. Блин, свидетели надо убрать. До свидания, Рэгдолл. Ты всё видел. Бабах. Да, реально прикольно, ребята. Дальше. Смотри, что у нас есть за комната. Тут у нас бармен. Привет, бармен. Лови липучку. Микрофон. Мы хотели у бармена взять интервью, но чё-то он не успел ничего сказать. Ух ты, я вижу, что здесь даже есть деревянные столы разные, которые мы тоже можем разрушать. Ну это реально круто. Давай, закидывай, закидывай. Бах. Прилипло. Да, бро. Всё рушится. Давай ещё раз обновим. Я сразу с РПГ. Он такой говорит, эй, воблер, ты не заплатил. Я такой говорю, лови чаевые, бармен. Это шутка, конечно, была. Ну это игра, здесь надо разрушать. Давай ещё раз. А ну, землетрясение, что оно сделает? А ну, давай. Ого, бармен сразу упал куда-то там. Бутылками его накрыло. Да, посуда легко бьётся, а столы вообще никаким образом и не сдвинулись, мне кажется, с места. Несколько бутылок вина выжило. Ну, такое дело. Посмотрим, как мы будем камнями закидывать. Я даже вижу с левой стороны бокалы стоят пирамидой. Так, я беру камень обычный. Сразу давай в лоб ему кинем. На! Почему здесь Рэгдолл восприимчив к нашему камню? А те вообще никак не хотели на него реагировать. Так, попали. В освещение давай. О, какой я меткий. А, здесь полки даже могут падать. То есть надо куда-то кинуть, чтобы полка упала. Ну. Есть первые два яруса и нижние ярусы тоже. Вот, а ну попаду в центр с камня. Да! Я красавчик. Ещё в лобешник этому Рэгдоллу. Но! Он за нами подсматривает. Он всё видит. Ладно, кидаем в бутылку. Давай в жёлтую попадём. Вот это я меткий. Ещё разочек. Бах! Э! Подожди, это был коктейль Молотова? А как я... А как я сделал коктейль Молотова? У меня не было никакого коктейля. Стоп, ребята, а как я это сделал? Я что-то не понял. Ну? А как я как-то кинул? У меня сразу коктейль вылетел. Вы видели? Откуда у меня был коктейль Молотова? Здесь его нету. Так, я в ролик пересмотрю на записи. Ну, вот полетел. А, он раз в несколько раз. Вы поняли? Раз в несколько раз. Ещё много раз. Ещё посмотрим. Короче, я кидаю раз камешек. Второй камешек. Третий камешек. Четвёртый камешек. И пятый. Камешек. Шестой. Камешек. Седьмой. Камешек. Восьмой камешек. Как? Как понять, что у меня вылетает коктейль Молотова? Вообще непонятно, как это работает. Но он есть. Он как бы есть, но его как бы нет. Вы поняли? В менюшке выбрать. Как это вообще возможно? Ну, вы свидетели. Здесь было что-то подозрительное. Ма! Крупнокалиберный заряд. Смотри. Стреляю в люстру. Да! Я попал в эту висечую люстру, и она отлетела. И сразу бармена накрыла. Бедный наш рэкдольчик. Короче, кафе вообще, ребята, никак не может противостоять вандалам. Ну, мы с тобой проверка такая. То есть, служба, которая проверяет, можно этот бар открывать или нет. Какая-то бутылка, и на ней корова нарисована. Или что? Или непонятная, что ли? А мы можем, кстати, разрушить? А! Даже вот это разрушается. Смотри. На! Палим, палим. Смотри, что там сзади находится. Давай посмотрим. Все, разрушаем. Короче, это все на дровишке. А потом сзади еще РПГ. Бо! Давай, палим. Здесь стена хоть вообще насквозь пробьется или нет. Наверное, здесь тоже стена не разрушается. Потолок. Он деформируется. Пол тоже деформируется. Но каких-то дыр насквозь нет. Знаешь, чтобы, допустим, была такая комната, там долго-долго стреляешь. А за комнатой там город какой-то. Либо еще что-то сзади. Либо... А прикинь, ты такой стреляешь в стену, а там ты его разрушил, а сзади какой-то скример страшный. Прикинь? Это же реально страшно. Такие глаза какие-то или... Ну, что там может быть? Бабка Грэйни что-нибудь. Это было бы реально круто. Либо там разрушаешь пол, а там с пола потом вылазит какой-то череп. А если, кстати, сделать, чтобы туда каких-то животных забрасывать, и они там с ума сходят, что-то бегают, ну, можно, мне кажется, что-то добавить. Я не знаю, конечно, возможности этого движка игры. Ну, здесь есть разрушение. В принципе, приятно. То есть, реально можно что-то тут замудрить такое. Но землетрясение так себе такое. То есть, оно работает там немножко, и здесь оно более-менее работает, землетрясение. А так оно вообще бесполезное. Почему-то бармен сразу упал от землетрясения. Стоп, ладно, давай мы на него нажимать не будем, а где-то с левой стороны. Да он сразу как-то падает. Все, разбили. Трясем, трясем. Мы просто проверяем, насколько закреплены вообще предметы. Ай, все у нас. Видите, алкоголь побился. Все бутылки разбились, все. Короче, все ненадежно, ребята. Не, ну, дробовичок хорош. Пу! Смотри. Прям как в американских фильмах. Нет, в американских фильмах все по-другому. Там, когда идет обычная перестрелка, тут супергерои прячутся за деревянную мебель тонкую. И она, пуля, не пробивается. Все прячутся, допустим, за барную стойку. Она такая, ну, чего, не пробивается. А тут, смотри. Раз. Два. Все, дырка уже. Три. А ну, давай с пистолета попробуем. Пехаль, огонь. Раз. Два. Все. Со второго раза уже здесь огромная дырка насквозь. Даже в игре. Это понятно. А в реальной жизни там вообще... Я не знаю, сколько вообще дерево пробивает пуля. Вроде бы там же тоже пули есть разные. Бронебойные. Разные пистолеты. Разный вес пули. Короче. Прикольно. Вот смотри, как рушить. На. А вот эта ножка, походу... А, нет. Я думал, что она металлическая и не разобьется. Полка прям сюда упала. Прикинь, ты такой бьешь, а там сзади сейф тихонечко. Такой супер бронированный сейф, допустим. Идея для разработчиков. Такой бьешь, бьешь по сейфу, а там раз. Сейф открывает, что там какие-то деньги. И ты такой стреляешь в деньги, деньги разлетаются по всей комнате. Или бы еще что-то. А можно реально добавить комнату в сейф. То есть, блин, ну реально много чего можно сюда добавить. Конечно, это надо еще реализовать. Игра крутая. Мне понравилось. Разрушение я люблю. Будем ждать обновления. Ну а с тобой был Воблер. Оставайся обязательно на канале. И подписывайся, если ты здесь впервые. Смотри, дружище, на канале 2500 роликов. Что-то для себя найдешь. Оставайся на канале. Смотри видео. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok